Мы находимся на Астраховской башне. Мы пришли сюда специально смотреть, какую красоту. Все цвета радуются. Такое ощущение, что мы садимся ночью в самолете на Басадку. Сейчас у нас в компании человек, который 15 лет, даже 19 лет, он жил в Штатах. Сейчас мы будем брать у него интервью. Также он с нами, Игорь, который был у нас уже на видео. Он ездил в Штаты, поджил от визы, работал, творил о бизнесе. В общем, сегодня у нас такая будет продуктивная встреча. Что ты прекрасно сможешь начинать? Всем привет! Меня зовут Игорь. И с нами в гостях сейчас Данила. А Данила живет в Соединенных Штатах Америки. Он там делал, как начинал, чего добился. И что он делает сейчас, какие у него планы на будущее. Данила, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нам о том, как ты попал в Соединенных Штатах. Ну, Игорь, в Соединенных Штатах я попал в визию студенческой. Мои родители, моя папа и мама, они меня послали в Америку учиться в университетах. До Америки я учился 2 года на МАФе в школе. После МАФе я приехал обратно, москулировался, и меня отправили учиться в Америка, там остался. Ну, я вылечился и подал на Грин-карту. Я получил свою первую Грин-карту. Естественно, чтобы эту Грин-карту не потерять, конечно, можно выезжать только раз в полгода. Чтобы эту Грин-карту не потерять, вам не пришлось улучшить в Америке. А можешь рассказать, хотя бы, в Крации, каким образом я получил эту Грин-карту? Путем брак? Путем браканское жилье. Путем образований, которые вы посоветовали. Ты получал образование? Нет, нет. Да, я учился. Я учился в университет, называется State University of New York. Вкратце, СУЛИ. Я учился на электронику, потому что я технологический человек, не имею в виду электроника. Ну, потом я изменил свои решения, я перешел на другую профессию в том же университете. Я начал учиться на географии. Geographic Information Systems. Это географическая информационная система. Ну, я расскажу немного вкратце о том, как мы с Данилой познакомились в Соединенных Штатах. А вот, мы познакомились с ним на работе. То есть мы работали на одном и том же рабочем месте и просто пересеклись. Мы работали, насколько я помню, в... В Вайлвуде. ...город Вайлвуд, Нью-Джерси. Это курортный город Нью-Джерси. Вот. Он считается одним из таких, ну, довольно крутых курортов по посещаемости. Мы работали на доставке пиццы, если честно. Да. Вообще, как ни странно, доставка пиццы... Это очень прибыльная работа именно в сезон. Особенно в таких вот курортных городках. Там можно очень хорошо заработать. Ну и так получилось, что мы вот на этой работе познакомились. То есть твоей целью было получение... Основной целью было получение американского городка? Это была одна из моих самых больших целей. Получение американского гражданства и паспорта. Потому что я российский гражданин. И в России разрешено иметь два гражданства. То есть это позволит... Это позволит... Поэтому теперь у меня открыты двери практически по всему миру. Насколько я сейчас припоминаю, кроме Китая. Очень большой список стран, в которые я могу поехать без визы, я могу заниматься бизнесом. То есть занять двери не ограничено, что я могу делать, потому что я хочу. И тем более меня защищают права двух стран. То есть я защищен правами Российской Федерации. Я защищен правами американской. То есть это очень сильная защита, защита, как щит получается, двух стран. И где бы я ни находился, у меня есть плечо, которое мне всегда поможет. Да. Если ты это понимаешь. Это очень серьезное достижение, которое я очень ценю. И я до последнего не сдавался, пока я этого просто добился. И сейчас я очень счастлив, правда. С созданием двух стран, Россия и Соединенных Штатов. Такую возможность мечтает получить многие. Американская мечта сбылась. То есть его американская мечта сбылась. И вот, в принципе, это была целью нашего с вами сегодня интервью. Сбылась ли американская мечта. Его она сбылась. Всем пока. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Все в описании видео. Смотрите наши ролики. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok